Здравствуйте, уважаемые зрители! Когда я пришел работать в сферу кофемашин, меня, конечно же, интересовало, кто же создал это устройство. Я думаю, все, кто когда-либо интересовался кофемашинами, знают, что это компания Saeco, 1985 год, вся эта романтика, круто, классно, но уже когда я приходил, Saeco на полке было сильно меньше, чем, к примеру, DeLonghi. И вот вопрос. Представьте, компания первой создала это устройство, компания, которая при этом создала еще и весь рынок, спрос. Компания 20 лет лидирующая на этом рынке и вдруг теряет лидерство, теряет имя, потому что большинство кофемашин, которые производятся на ее мощностях, называется уже Philips. И, возможно, потеряет традиционную европейскую сборку и будет made in China, потому что очередной покупатель, скорее всего, будет китайцем. Как так получилось? Давайте мы сейчас в этом и разберемся. В чем сложность вообще рассказывать об истории кофемашин? В том, что это довольно-таки маленькая отрасль. Серьезно. И по доходам, и по масштабу. Если вы когда-нибудь интересовались историей автомобилей, особенно американских, вы там можете найти, в какой детский сад ходил, понимаете, изобретатель. Настолько там вот все будет рассказано о нем. А Сержио Запелло, а это именно основной изобретатель, создатель компании Saeco, мы как бы не знаем даже, когда он родился. И, поверьте, мы пользовались далеко не Википедией. Все, что известно, это то, что до 1976 года под Цюрихом, как видите, не Италия, он владел или был управляющим, кстати, в разных статьях разная информация, магазином бытовой электроники, где продавал в том числе эспрессо кофемашин. И одна итальянская газета рассказывает очень интересную, что вот он был недоволен качеством или чем-то там еще в этих эспрессо-кофемашинах, которые он продавал. И в 1976 году, уже впервые, наконец-то, задокументированная какая-то дата, в 1976 году с братом Луиджи он основывает компанию GSL. И там он занимается производством ручных эспрессо-кофемашин, скорее всего, судя по переводу, это леверные кофемашины, хотя слова левер там опять же нет, я же говорю, прекрасные источники. И вот эта компания просуществует довольно-таки долго. Почему она закроется, вы узнаете потом. Но она существовала и на момент основания Saeco. Компания GSL находилась в мистике Гаджо Монтана. И там же потом будет основана в 1981 году компания Saeco вместе с партнером Артуром Шмедом. Надеюсь, я произнес правильно его фамилию. Заранее извиняемся, если нет. Артур Шмед был инженером. И хотя принято именно за Пелли приписывать большинство изобретений, надо сказать, что одна из наших фотографий, которые мы все-таки нашли, изображает именно Шмеда с первым прототипом заварочного устройства. И вот вместе эта пара под названием Saeco и очень важное название сейчас, я вам зачитаю даже специально, с бумажки, Эта компания называла Saeco SRI. Это очень важно, потому что компании с названием Saeco будет не одна и не две. Но вы поймете дальше. Так вот, в 1985 году они на какой-то выставке представляют кофемашину. Ну что ж, 1985 год. В аналах Philips, да и раньше Saeco, это гордая дата. Дата, когда на выставке кофемашина компания Saeco, как новый абсолютный прибор, сделала какую-то феерию, революцию. Все о ней только и говорили. Ну, интересно, правда. Что же еще? Ну, по идее, поговорить, конечно, они и должны были. Сами подумайте, это устройство, которое одной кнопкой готовит от зерна до последней капли в чашке. Это действительно было востребовано устройство. Надо было понимать, что к этому шел уже рынок. В 70-е годы стали появляться чалдовые кофемашины. В 70-е годы также была изобретена идея капсульной кофеварки. Но, правда, в тот момент товарищу Favro денег не давали. И Nesli сказал, что не-не-не-не, какая-то чушь у тебя там. И вот Favro еще 10 лет, на момент изобретения кофемашины, он все еще сидел со своим патентом, никому не нужным. Вы купили его буквально через год или через два. Факт-чек вы сейчас увидите. Интересно совпадение, да? Но знаете, что в этой истории меня немножечко смущает? Да, есть одно интересное событие. Представьте себе, выставка представляет уникальное устройство, которого никогда до этого не было. И почему-то ни одной статьи, ни одной фотографии самой выставки, ни улыбающейся фотку инженера, который стоит, вот он успешен. Где это все? Все рассказы об успехе первой презентации, все рассказы о выставке исключительно из внутренних источников и из статей в интернете, которые основываются на этих внутренних источниках, без ссылок, что довольно-таки странно, согласитесь. И все это напоминает такой хитрый маркетинг вовсе, а не историю реальную компании. Но тем не менее, в 1986 году действительно начинают активно продаваться первые кофемашины. Знакомьтесь, это Герхард Андлингер. Миллиардер и явно любитель колбасок. Откуда? Он, во-первых, австриец, а во-вторых, в 1989 году он встал и решил. Мне для счастья не хватает итальянских колбасок. И в 1989 году он покупает две компании, которые производят в Италии мясную продукцию. Как раз колбаски, сосиски и вторая делает классный паштет, как говорят. И, наверное, просто оптом, скопом, в довесок он решил сразу купить аж три компании в Италии, которые занимаются выпуском или продажей техники для пищевой промышленности. Это как профессиональная, так и домашняя отрасль. Две из них вам очень явно знакомы. Это Гаджа и это Saeco. 1989 год. Это первый год, когда Гаджа и Saeco в какой-то мере, нельзя сказать, что объединились, но попали под одно крыло. Третья компания была G3 Ferrari. Эта компания никакого отношения к производству автомобилей не имеет. Выпускала мелкобытовую технику. Ну, знаете, чайники, тюги, блендеры, возможно, все вот это. И сейчас, когда вы заходите на сайт, а компания до сих пор существует, там вы узнаете китайские ОЕМ-заводы в каждом из изделий. Это нормальная ситуация для Италии. Вы можете найти чайник Bugatti и производителю автомобиля Bugatti Veyron. Никакого отношения чайник не будет иметь. Ну, так мы и отвлеклись. Так вот, в 1989 году Анлингер выкупает Saeco полностью. Причем, что интересно, он не просто его выкупает. Он требует у Запеллы объединения GSL и Saeco в одну компанию. И только потом эту компанию и покупает. Вот на бумаге звучит все по-настоящему прекрасно. Потому что сейчас мы привыкли к такому понятию, как стартап и инвестиции. Анлингер был одним из первых венчурных инвесторов, но в тот момент об этом термине никто не задумывался. А сейчас мы вспоминаем разные истории успеха, где молодые изобретатели, особенно, конечно, это Кремниевая долина, где молодые изобретатели делают какой-то интересный продукт, и к ним приходят большие дяди, серьезные дяди, акулы бизнеса, которые вкладывают свои миллионы в эти стартапы. И примерно так же сейчас нам может показаться этот союз Saeco и Андлингера, но это не совсем так. Первый момент. Андлингер не просто инвестировал, он выкупал компанию. Это раз. А во-вторых, Запелло не был молодым, неопытным изобретателем. Напомню, что он уже более 15 лет занимался продажами кофемашин. Ну и типа выпускал их. Потому что в тот момент Saeco все-таки больше напоминал стартап, чем серьезные компании. И вот, знаете, Андлингер классно поступил, что заставил объединить GSL и Saeco. Но кое-что он упустил. Повторюсь, Запелло не был молодым, наивным изобретателем. Для следующего куска вернемся чуть-чуть назад. Итак, хроника событий, 1976 год. GSL, основание компании. Это вы знаете. Никуда она не закрывалась. На момент 1989 года. В 1981 году компания Saeco тоже поговорили. Действующая компания, именно ее, и хотел купить Андлингер. И купил. 1984 год. Да, там не только две компании у данного индивида были. Запелло вообще очень интересный предприниматель и успешный, надо сказать. 1984 год. Spydom. Компания, которая должна была выпускать товары для общепита. Тоже кофемашины. Зачастую она выпускала удешевленные модели, либо под ней производились уже снятые с производства машины Saeco. Какие примеры? Ну, самая известная кофемашина под брендом Spydom. Точнее две. Spydom Trevi, Spydom Villa, которая является просто переизданием Saeco Viennes, но в другом корпусе. И так далее. Там несколько у них были моделей, которые выглядели более простыми, чем модели Saeco. Более дешевыми сборками. Но внутри та же самая машина была по факту. 1986 год. Да, уже четвертая компания сейчас будет. Это компания Cosmic. Именно эта компания нас сейчас интересует. Потому что Cosmic к нам еще вернется в этом рассказе. Итак, возвращаемся в 1989 год. Что это мы тут историю стали вспоминать? А вот почему. В 1989 году Адлингер что-то, возможно, знает. Перед покупкой Saeco требовал объединения GSL с компанией Saeco. То есть, две компании. И он это получил. То есть, вначале эти компании объединились. А потом он уже объединенную выкупил. И вот тут интересный момент. Зачем он это сделал? Скорее всего, какие-то рычаги влияния у Запеллы бы оставались через GSL. Все-таки это была первая компания. И вполне возможно, какие-то финансовые пересечения у них были. Мы в документах этого не нашли. Но я думаю, что это логично было предположить. Либо, возможно, через GSL сбывались кофемашины Saeco. Тут упоминаний об этом нет. Мы только знаем о том, что Адлингер знал о существовании двух компаний и потребовал их объединить. Отлично. У товарища Запеллы остались две компании. Спайден, которая на тот момент активно не действовала. Ее время придет позже. И компания Космик. Но, знаете, вот представьте себе, есть у вас новый продукт. Это кофемашина. Никто до этого не изобретал такую вещь. Никто ее не выпускал. Вы покупаете единственную компанию, которая пока до сих пор выпускает данный продукт. Знаете что? А потом, покупая их, вы выясняете, что запчасти и узлы. Вот к этой кофемашине, из-за нее вы ее все покупаете, выпускает не Saeco. А выпускает совершенно другая компания, которая до сих пор принадлежит Серджио Запелло. Называется Космик. Да, именно так. Космик должен был заниматься продажей запчастей. И, что самое интересное, далеко не все патенты, в том числе самый главный патент на заварочный узел, были в руках компании Saeco. Часть из них были в руках самого Сержио Запелло или компании Космик. В результате чего получается, что какое-то влияние Запелло на Saeco все равно сохранял? Но это еще не весь юмор. А юмор заключается в том, что в 1989 году, после этого объединения, компания Космик говорит следующую вещь. А давайте мы вместо просто выпуска запчастей начнем выпускать профессиональные кофемашины. Знаете, там всякие вендинговые устройства, вот эти столбы, которые сейчас очень популярны. Машины для кофейни, чтобы заменить рожок. Машины для общепитов. И будем делать это на базе узлов, которые используются в Saeco. Гениальная идея. И с 1989 года до 1993 года компания Космик создает второй рынок для автоматических кофемашин. Рынок именно профессиональных устройств, рассчитанных на приготовление больших порций и рынок вендинговых автоматов. Мамма миа. Кто-то оказался не у дел. Что же было у компании Saeco в этот период? Знаете, мы раскопали внутренний документ для будущих инвесторов. Где рассказывалась история уже со стороны топ-менеджеров Saeco. И этот период именно в Saeco с 1989 по 1993, когда Saeco принадлежал Андлингеру, назвали периодом отрицательных результатов. В то время как Космик заканчивал все свои годы в плюсе, а 1993 год закончил по тем временам с хорошей прибылью. Хмм, интересно, да? А кстати, а вы знаете, кому в 1993 году была продана компания Saeco? Да, вы правы. Космику конкретно Запеле. И знаете что? 1992 год, 1991 год, 1990 год и 1989 год были периодом отрицательных результатов. А 1993 год, первый же код возвращения Запеле к руководству, они показали прибыль. История компании Космик закончится в 1999 году. Тогда, когда Saeco будет готовиться к выходу на IPO и будет проводить реорганизацию. И возникнет известная уже нам полноценная компания Saeco International Group. Где компания Космик, это будет Холдинг. И вот компания Космик будет выполнять функции именно управляющей компанией Холдинга. С 1993 года начинается история финансового успеха Saeco. А у нас рекламная пауза. Автоматический кофемашина, это конечно хорошо. Удобство, одна кнопка, все дела. Но прошло уже 36 лет их существования, а сделать нормальный эспрессо они так не научились. Если вы хотите получить плотный, насыщенный эспрессо, как в хорошей кофейне, автомат вам тут, к сожалению, все еще не помощник. Это вкусный кофе, но это другое кофе. Надо это признать. Если вы хотите дома пить настоящий эспрессо, и уделывать соседнего баристу, который внизу у вас в доме работает, и который делает вид, что он что-то понимает в кофе, вы это лучше понимаете, я в вас верю. Для этого есть такие вот просюмерские, так называемые, полупрофессиональные, если проще, рожки, адаптированные для дома. Они сделаны гораздо компактнее, и они стоят гораздо дешевле, чем профессиональные рожки. Кстати, и не занимают половину к вашей кухне, что для России довольно-таки важно. Я бы здесь выделил Lelit. Не только, потому что они заказали рекламу. У Lelit есть огромное преимущество перед другими моделями рожков, которые сейчас продаются в России. Их целых два. Первое. Lelit продается больше десяти лет одним поставщиком, который окажет вам нормальные гарантийные услуги, если, не дай бог, они вам понадобятся. И который точно вам доставит товар, если вы живете, например, не в Москве. Это во-первых. Второй момент гораздо важнее, на мой взгляд. Потому что есть люди, которые даже пускаются в такие авантюры, что заказывают и за границей. Поэтому их первый вариант может быть для них не важен. Второе преимущество звучит так. Lelit это машина, которую купил, поставил, по инструкции сделал первый запуск и готовишь. Я серьезно сейчас. Если вы купите другой рожок, они вам приедут как минимум с не настроенным OPV-клапаном. Что это означает? Это означает следующее. Эспрессо готовится при 9 или 9,5 бар давления. Я думаю, вы это знаете. А фишка заключается в том, что если у нас не настроенный OPV-клапан и вибропомпа, готовить он будет при 12 барах. Эспрессо это не является и на вкусе сказывается очень плохо. И чтобы вам настроить, вам надо знать, как машину разобрать, найти этот OPV-клапан, а это бывает очень сложно. И он еще бывает на керметике. Тогда его надо греть и надо еще настроить. А если при этом у вас еще нет манометра в этом рожке, а такое бывает. Еще надо искать дополнительный прибор, холдер с накрученным манометром. Или сдавать какой-нибудь сервис дополнительно, чтобы они вам настроили. Класс, ты купил вещь для дома и занимаешься ее настройкой за деньги. Вот у Лилитов этого нет. Почему я так заратую за них и без всяких реклам? Сейчас, покупив машину хоть от 40 тысяч, хоть до 180, ты получишь машину, которая уже настроена. И ты будешь просто наслаждаться эспрессо. Не надо ничего делать. Это первый момент. Это супер-классно. Но хочется отметить еще. У Лилитов сейчас абсолютно каждый рожок может готовить на уровне хорошего кофейни. Нету сейчас вот этих переходных рожков, которые ты смотришь и думаешь, что тут бойлер 120 мл, что он мне сделает. Нет. Покупая самый дешевый рожок Лилитов, вы сразу получаете нормальный бойлер из латуни. Вы получаете нормальный вес холдера и неплохую мощность пара для того, чтобы хорошо пить молоко. Я знаю о себе. Элизабет я купил через год пользование самым бюджетным рожком Анитой. Я был ему доволен. Просто я захотел что-то покруче. В общем, если хотите пить настоящий эспрессо дома, советую покупать рожки Лилит. А где купить рожок Лилит, как у нее официального поставщика? Вот его сайт. И, кстати, по моему промокоду вам подарит темпер в подарок и не придется его за отдельные деньги докупать. Удобно. А мы продолжаем ролик. Следующие 10 лет — это очередная слащавая, немного надоевшая история успеха. В данном случае история успеха компании Saeco. Я не хочу заострять конкретно по годам, поэтому выделим три даты и потом поговорим о самом важном в этом периоде истории. Какие три даты вам нужно знать? 99-й год. Выкуп 60% акций гаджа. И вот тут начинается прикол. Прикол заключается в том, что заходя на Википедию, заходя еще куда-то, вы будете находить, что в 99-м году Saeco купила гаджу. Ничего подобного. 60% — это не выкуп гаджи. Во-первых. Во-вторых, как это все происходило? У них были совместные проекты еще в 89-м году. И да, конечно, 60% — это крупный кусок компании. Однако надо понимать, что гаджа под крылом Saeco, которая выпускала автоматические кофемашины на базе непосредственно кофемашин Saeco, помогала выпускать рожки Saeco и рожки гаджи. И также к Saeco пришла легендарная линейка гаджа Classic — это просъемерские домашние кофемашины. Эспрессо кофемашины. Но домашние. Профессиональный сегмент оставался немножко отдельным. Именно он был потом перепродан и стал самостоятельной компанией. То есть гаджи, которые принадлежали Saeco — это не вся гаджа. И есть два бренда — гаджи как домашние, которые до сих пор принадлежат Saeco, и гаджи, которые выпускают профессиональные рожковые кофемашины для баров и кофей. Следующий год, который вам надо знать — это 2000. Именно в этом году состоялся выход Saeco International Group на IPO, то есть на биржу. Следующая дата — это 2003 год. Строительство завода в Румынии. Он тогда подразумевался исключительно под выпуск самых дешевых моделей и под выпуск кофеварок, а не кофемашин. Однако, да, потом в будущем он станет основным заводом. Но это уже другие времена. А сейчас мы с вами поговорим о самом важном. О том, что нам больше всего расскажет о Saeco в то время. Это кофемашины, которые остались после того периода и до сих пор работают в общепитах и дома. Что ж, в этот период появляются именно знаковые модели, которые до сих пор у многих людей ассоциируются с Saeco. Когда вы говорите Saeco, я не вспоминаю, например, Intelio. Я вспоминаю, прежде всего, Vienn. Это первая по-настоящему успешная кофемашина компании Saeco. По их внутренним данным, которые они говорили, в том числе в разных статьях, за 10 лет выпуска только оригинальная Saeco Vienn без модификации за 10 лет была продана миллионом штук. Для кофемашин это очень много. А модификация у нее была хо-хо-хо-хо. Во-первых, немалая часть компании покупала данную кофемашину для себя. Это обычно были небольшие партии, там ставился их бренд, но тем не менее. Самый известный в России это Solis Master 5000, который полностью стоит на этой базе. Во-вторых, через 10 лет выпуска Saeco решила, что уже под другим руководством, но это будет позже, она приняла решение, что, наверное, Vienn устарела и сняли ее с производства вот только под названием Saeco. А уже в этот период параллельно выпускалась Spider-Will и Spider-Travi в совершенно разных модификациях. А позже эта кофемашина выпускалась уже как Gadget Synchrony Logic. Немножечко перелицевали, но машина точно все та же осталась. Кстати, на эту кофемашину обзор у нас есть. Это была легендарная машина, и ее очень быстро начали копировать китайцы, как только они пришли в рынок кофемашин. Первый Caled Q001, он как раз и был пародией на Saeco Vienn, но не то, что там от надежности ничего даже близко не осталось, там даже дизайн хуже. Хотя умудриться сделать дизайн хуже, чем Saeco Vienn, это надо умудриться по-настоящему, то есть надо постараться. В общем, модель самая знаковая и самая продаваемая так и осталась у Saeco. Вторая легендарная машина, которая также именно в этот период появилась, это Saeco Royal. Тоже у него была куча модификаций, но уже более весомых. Не только перелицевание и постановка дисплея, но и более серьезные. Saeco Royal, Saeco Magic, Saeco Royal Professional, Saeco Royal Capuccio. Гаджи, да, под Гаджи они тоже выходили. Вот, пожалуйста. Более того, Saeco Royal был самой популярной базой у других фирм. Даже Bosch, который, по идее, уже договаривался с Окстром Фризмагом насчет выпуска своих машин, даже Bosch у них их покупал. И вот, пожалуйста, Bosch TK6001, если не ошибаюсь. Вот, вот Siemens, вот Rotel, который тоже потом на Окстре Фризмаге собирался. И множество других, более маленьких партий машин. И это, кстати говоря, была первая кофемашина с двухконтурным нагревом. То есть Royal Professional мог сразу начинать спенивать молоко после приготовления кофе, без передышки на нагрев. А Royal Capuccio вообще это мог делать параллельно. И в этой кофемашине впервые появилась функция контроля предсмачивания, когда вы могли сделать долгое предсмачивание трехсекундно и усилить за счет этого вкус. И, кстати, в отличие от Saeco Vienna, всеми нужными датчиками она обладала. Последняя знаковая машина у Saeco, это была Saeco Incanto. Ее выпуск состоялся в 2002 году. Именно в этой кофемашине мы увидели впервые новый заварочный узел. Хотя, какой он новый? Он параллельно используется со старым заварочным узлом просто в домашних кофемашинах. И в 2004 году Incanto получила усовершенствование в виде самой тупой модели Incanto S Deluxe. И что там было? А там появляется последняя крутая функция, влияющая на вкус кофе. У Saeco это система SBS, Saeco Brewing System. Данную систему вы могли крутить во время пролива и менять экстракцию прямо во время пролива. И тем самым влиять на вкус прямо здесь и сейчас. Плюс она позволяла, если вы выкручивали ее на максимум, она позволяла делать более насыщенные напитки, чем предыдущие машины. Это так и останется самой крутой технологической машиной. Кроме одной, о которой мы будем говорить далее. Только одна машина у Saeco смогла переплюнуть Incanto Deluxe. Но она производится не сейчас, к сожалению. На Incanto тоже было очень много модификаций, в том числе и под гаджи. Запомните, вы сейчас, наверное, понимаете, что гаджи сколько уже было. Виена — это гаджи Synchrony Logic. У Рояля — это гаджи Synchrony Digital. У Incanto была своя гаджи. Самые топовые версии — это гаджи Titanium и гаджи Platinum. Но внутри — это та же самая Incanto. Более того, именно в Incanto впервые появится сенсорный дисплей. У них еще были монохромные дисплеи, но уже был сенсорный. Ну, знаете, какой там сенсор в нулевых был? Вот такой же. Но, тем не менее, надо признать, что это самая совершенная машина в тот момент. На этом, наверное, историю успеха Saeco можно закончить. К сожалению, все следующие периоды будут уже безрадостными. И по факту, если вы когда-нибудь слышали «Вот! Вот это было Saeco!» Вы слышали большей частью именно про машины этого периода, либо построенные на базе того, что было создано в эти 10 лет. Давайте перейдем к тому моменту, когда Saeco плавно начало катиться вниз с горки. 2004 год. Начало. И газета начинает кричать об очень странной новости, что какой-то там непонятный инвестиционный фонд, хотя по-настоящему довольно крупный, ПАИ Партнерс, может быть, известный вам как Париба, через свою дочернюю компанию Jira Investments Вроде правильно произнес. В общем, он выкупил все акции, которые были в свободном доступе. А именно 66,85% компании Saeco. Вот так вот. А согласно итальянскому законодательству, они не просто могли. Они были обязаны, заметьте, как интересное итальянское законодательство, предложить оставшимся инвесторам выкупить их акции. Естественно, самым крупным инвестором был сам Сержио Заппелло. 30,4. Остальное было внутри работников компании, насколько я понял. Там длинный список еще 20 оставшихся членов, которые по несчастным по 0,5%, по 0,1% были раскиданы акции. Новость была, конечно, очень интересная, потому что Сержио Заппелло согласился. И с конца 2004 года официально создатель Saeco, создатель кофемашины, не имеет никакого отношения к своему детищу. В том же 2004 году он основывает компанию CoffeeTality System, куда уводит всех топ-менеджеров Saeco, что довольно-таки важно в будущем. И на этом, по сути, заканчивается история успеха Saeco. Давайте немного поговорим об этом относительно небольшом отрезке Saeco под властью Paipartners. Мы сейчас, конечно, можем рассуждать на тему того, что вот, он мог предвидеть то, что Saeco будет разваливаться, но нет. Дело-то вообще не в этом. Во-первых, надо понимать, что да, хотя предложение было вынужденное, скорее всего, и партнеры сами хотели выкупить эти акции. Это для начала. Во-вторых, контрольный пакет был у них. И даже если бы Saeco и предложили бы остаться директором, он все равно был бы уже скован. При этом мы должны учитывать один момент, что Saeco уже не молодой человек. Не зная даже дату его рождения, мы можем просто с вами посчитать. В 1976 году он, до этого будучи управляющим магазином, уже основывает собственную компанию. А на дворе 2004 год. Сколько ему минимально лет, по-вашему? И человек, который был лично знаком, я с ним общался с Запеллой, так и говорил, что в 2004 году он уже не хотел мирового господства, не хотел лидирующих позиций. Он хотел просто спокойно иметь такую небольшую компанию, которая приносила бы ему стабильный доход. Богатство, без вот этих проблем, с мировыми поставками в ту или иную страну, договоренностями с дистрибьюторами, каких-то проблем, конкуренции. И Кафиталити Систем примерно стала такой. Как ни странно, при том, что мы с вами слышим, но очень редко видим эту систему в России, да и по миру она не пытается соревноваться с Неспрессо. Именно в Италии это популярная система капсул. Немалую очередь благодаря имени самого Запелла. И да, можно сожалеть о том, что возможно, все и развалилось с тем, что он утащил еще и топ-менеджеров, а не только сам ушел. Но человек сделал уже очень много и для компании, и для индустрии, и он заслужил отдых. И в принципе, в дальнейшей судьбе Saeco виноват-то не он. А виноваты люди, которые возомнили, что если у них есть много денег, то они умеют управлять подобной компанией. Что же было дальше после выкупа Saeco? С точки зрения покупки, откровенно говоря, период был удачный. Как мы уже говорили, в 2002 году запускается новая модель для дома. На ее базе в 2004 году выпускают самую совершенную машину для дома. И вообще, в целом, вся конвейерная линия у Saeco на тот момент еще была не устаревшая, она была актуальная. И часть машин только-только разработались. Поэтому у Pai Partners было довольно-таки много времени для того, чтобы вникнуть в сферу. И примерно 5-6 лет до того момента, когда станет необходимо разрабатывать новые кофемашины. В это время они могли играться чисто с дизайном и внешним оформлением. И так и получается. В этот момент выходит много моделей под брендами и Spide, и Saeco, и Gadget. И при этом это, по сути, внутри имело одно и то же. То есть разнообразие было функциональным и внешним дизайном. Что хочется отметить из интересного. Во-первых, пошел маркетинговый отдел явно работать в полную силу. И они посмотрели на тех конкурентов, которые в данный момент у них были на рынке. Хотя конкурентами еще на тот момент назвать это, конечно, смешно было. Но тем не менее они появлялись. И Saeco решили себя отделить по максимуму домашней линейки от всех остальных. И стали делать такую маркетинговую акцию, как керамические жернова. Да, открою секрет. Керамические жернова именно как маркетинговые акции родились для того, чтобы отделить кофемашины Saeco в бытовой сфере от других кофемашин. Где были похожие конические кофемолки с металлическими жерновами. Иначе как объяснить, что все время и по нынешний момент все коммерческие кофемашины Saeco внутри имеют металлические жернова. Те же самые, что и 20 лет назад. Также в плане маркетинга было очень классное сотрудничество с компанией BMW с их дизайнерским отделом. И вышли три модели, которые реально очень сильно внешне отличались. Адео, Талия и Пример. Выходит впервые кофемашина с полностью автоматическим приготовлением капучино. То есть с приготовлением капучино нажатием одной кнопки. Все прекрасно. И еще вишенка на торте. Именно в этот период начинают делать первые технические наброски будущего флагмана Saeco Excelsis. И с этой точки зрения выглядит все довольно хорошо. То есть по модельному ряду Saeco в этот период никак не отставала от развития всего рынка и конкурентов, оставаясь лидером на рынке. Что же и шло не так? 2009 год. Прошло всего 5 лет. 5 лет. И PayPartners просто все в мыле ищут покупателя на Saeco. 5 лет, Карл. Главным прецедентом считался Philips. Также велись переговоры с DeLonghi и Electrolux. Хотя надо отметить, что официальный представитель DeLonghi ответил, что нет, мы не ведем переговоры о покупке Saeco. Хотя в какой-то мере это было бы довольно логично. DeLonghi это очень крупный концерн, который выпускает далеко не только кофемашины. Которым принадлежит много брендов, которые, в принципе, и ведет такую политику выкупа других. По крайней мере, ввел нулевые года. Поэтому эта сделка тоже выглядела логично, но нет. В результате чего действительно купил Philips. На момент покупки, просто хочется отметить, на момент вступления в переговоры выручка Saeco составляла 300 млн евро. Что может показаться относительно неплохим результатом, особенно с учетом кризиса 2008 года. Но задолженности компании при данной выручке составляли 500 млн евро. Как? Хороший вопрос. То есть, чистый минус 200 млн евро. В результате чего? В 2009 году Philips реально покупает Saeco. Как так? И почему так? Давайте сейчас узнаем. Вроде с кофемашинами было все нормально за этот период. Так ведь? Да, с кофемашинами все было нормально. Были пара неудачной серии, но не в этом дело. Точной информации о том, как шли дела у Saeco до 2008 года с финансовой точки зрения, нет. Однако, когда пошли слухи о продаже, ну, как слухи, по сути, это был реально белый флаг и крик о помощи. Итальянские газеты, и не только итальянские, но и французские, начали припоминать то, что вот, с приходом по E-partners у Saeco все стало плохо. Давайте я прочитаю, что они говорили. Они говорили, что одна из главных проблем это чехарда в топ-менеджменте Saeco. Я вам сам напомню, что Заппелло ушел в 2004 году из Saeco вместе с теми же топ-менеджерами, с которыми они вытаскивали Saeco из одного плохого места в 1993 году. И да, ну, как бы, действительно, после этого так и не устоялось какое-то четкое, так сказать, управление Saeco, и так и не нашли они из второго Заппелло. Можно ли было это сделать? Не знаю, но прям в вину включать по E-partners это я бы не стал. Для тех, кто вообще сейчас не понимает, какие топ-менеджеры эти... У нас же в России принято говорить, что вот какой-то менеджер, сидящий на шее настоящего рабочего человека, оглоедка с золотым парашютом. Скажу так, не буду говорить про другие отрасли. Конкретно в кофемашинах недостаточно иметь хороших инженеров. Инженер, он просто вам сделает еще одну кофемашину по старым чертежам. Тут, во-первых, нужно быть уже хорошим маркетологом. Напоминаю, это конец нулевых уже, где маркетинг правит миром, а не просто. Хороший товар. Это во-первых. А во-вторых, как бы вам сказать... Этому инженеру надо дать задачу. Надо понимать, в какой же момент перестраивать конвейерную линию, запускать новую модель. Понять, когда конкуренты начинают предлагать продукт, который может быть чем-то лучше. Это взгляд сверху, и этим должны заниматься топ-менеджеры. Ну, еще и финансово нормально денежки считать. Вот, поэтому по Saeco это был очень сильный удар, уход этих топ-менеджеров. И газеты, и я с ними согласен, выделяют это как главную причину проблем. Вторая проблема, это снятие популярных хитов продаж в виде Saeco Vienna, Magic и Encanto непосредственно с продаж. Однако, знаете, я тут поспорю, потому что это какой-то бред. Во-первых, Vienna уже морально устарела. Ну, посмотрите, как она выглядит. А теперь посмотрите, как выглядят ее конкуренты в это время и другие машины Saeco. Но она устарела. То же самое, в принципе, и с Encanto, кроме Encanto S Deluxe, наверное. Более того, Vienna как бы и продолжила выпускаться под Spider-Man, ничего не произошло. Она также, вот кто хотел купить вот эту дешевую рабочую тачку для общепита, он шел и покупал Spider-Man, никаких проблем здесь не было. Поэтому я бы немножечко отбросил. Плюс, несмотря на то, что BMW-шная серия не стала суперхитом, тем не менее, у нее просто на это особо не было времени. Это к тому, что, наверное, этот довод, он очень притянутый за уши. И третий довод, о котором они говорили, и он, наверное, прям ключевой. Изменение конвейера, то есть разработка новой конвейерной линии, снятие всех старых моделей с конвейера в момент начала кризиса. И вот это по-настоящему является, на мой взгляд, самой главной причиной проблем. Представьте, восьмой год, вот этот, помните, этот мыльный пузырь, который вдруг лопнул, и все такие, а мы не знали, что так будет. Несколько фильмов, кстати, сняты по этому. Игра на понижение, если не ошибаюсь, например, можете посмотреть. Да, конечно, руководство и партнерство должны были это знать, по мнению газет. Но суть заключается в том, что, да, именно это стало основной причиной. Дело не в том, что вы сняли старые кофемашины с производства. Дело в том, что вы сняли их не просто как модельный ряд, а вы начали снимать их как базу. Вы начали перестраивать, ну, элементарно, что такое новая база? Даже просто вспоминали компоновку узлов. В теории, машина-то внутри одинаковая, но собирать ее надо по-разному, надо перестраивать конвейер. Представьте, что это у вас приходит на начало кризиса, когда вы вбухиваете большие деньги в эту реорганизацию производства. Удача. Это то, что говорили итальянские газеты. У меня есть свое мнение, еще одна причина, и я считаю, что она самая главная. Подключается вот в чем. Да, Saeco продолжал быть лидером в производстве бытовых кофемашин. И даже производил огромный кусок так называемых коммерческих кофемашин, То есть кофемашина для офиса или маленького общепита. В России это всякие шаурмичные, к примеру. Но Saeco так и не смогла утвердиться как лидер и безусловный лидер производства профессиональных кофемашин. Я сейчас не про рожки. Я сейчас говорю про суперавтоматы, которые стоят, например, в Макдональдсе, KFC. К примеру, это один из примеров. На заправках сейчас современных стоят. Здесь Saeco не смогла навязать монополию. Более того, она занимала неотносительно небольшой кусок рынка. И здесь начали править не просто другие компании, которые создавались специально для этого. Франки, ВМФ, знаете ли. Но и в том числе и компании, которые уже производили профессиональное оборудование. Профессиональные рожковые кофемашины. Например, Simonelli зашла. Файема со своими суперавтоматами. И у них были объективно лучше эти суперавтоматы. Они были надежнее и они могли делать гораздо больше чашек за один день без поломок. Кстати, по вкусу они тоже опережали. Плюс то, что там стоял бренд производителя рожковых кофемашин, которые стоят в итальянских барах, тоже играл свою роль. И вот тут представьте, вот этот кризис, который конечно ударяет по всем. Но кризис обычно экономит на роскоши. А дома кофемашина это роскошь. А где кофемашина не роскошь? Непосредственно в сфере, где она профессионально применяется. А там Saeco был даже не один из многих. Именно это стало, на мой взгляд, главной причиной того, что в 2008 году Saeco не пережила этот кризис. И начала искать покупателя. Что в итоге? Простые люди, офисы уже не покупают кофемашины. Старых хитов, которые уже подешевели за счет того, что они стояли на конвейере очень долго, уже нет. А новые модели, которые вы пускаете, очень дороги. Вы же перестраивали конвейерную линию. Все это вкупе с тем, что другой рынок для вас закрыт практически полностью. И вы приходите в ситуацию, при которой вы, простите пожалуйста, задница. Поэтому я не считаю, что даже какие-то проблемы с работой управления можно вменять то, что может был кризис предсказать. Но очень многие не смогли бы предсказать, в том числе и банки. И я бы отметил, что это скорее всего череда неудач. Потому что если мы возьмем с вами другие компании, то у них либо был профессиональный рынок, который их поддержал. Та же самая Юра, например. Ей тоже было очень больно. Но она какой-то кусок занимала на рынке суперавтоматов. Если честно, она еще не была такая масштабная. Давайте будем честными. У них не было реорганизации в этот момент. Тоже в тот момент. А другие производители, типа DeLonghi, производили многие другие вещи. Ну вот вы серьезно живете? Как вот Bosch-Simons может рухнуть от одного кризиса? Я это себе не представляю. То же самое и с DeLonghi. А Saeco, когда производил только кофемашины и по факту только в основном кофемашины для офисов и дома, да. Это, пожалуй, последнее светлое пятно времен PAY Partners. Лучшая кофемашина всех времен у Saeco. Saeco XLS. Смотрите, какая лапочка даже сейчас. Ну, как без восхищения. Что она из себя представляла в 2009 году? Просто представьте себе. Итак, девятый год. Вот такие кофемашины вместо меня будут появляться. Вот такие машины сейчас в моде. Вот так вот выглядела, типа, самая премиальная Saeco. Да, BMW-шный дизайн, но это единственное, что я спасал. Это малышка, вся в металле. С двумя термоблоками. То есть она сразу же переключается на приготовление молока и кофе без нагрева, без ожидания. У нее даже две помпы было, понимаете? Это вообще сейчас такого не делают. Цветной дисплей, сенсорные кнопки, профили. То есть человек мог настроить весь кофе под себя. И его жена, например, могла подстроить все напитки под себя, под свой профиль. И они друг другу не мешали. Автоматический капучинатор с автоочисткой. Почему автоочистка не по кнопочке, а вот человек открыл, приготовил себе капучино, закрыл. И там автоматически проходила очистка, если у него было приготовление. Здесь есть технология СБС, та самая. Здесь есть контроль предсмачивания. Можно поставить долгое предсмачивание, чтобы сделать ароматный кофе и вытащить какие-то дескрипторы тонкие. У него даже есть ручной стиммер, если вам не нравится автоматическое взбивание молока и вы хотите почувствовать себя бариста. А в самой топовой комплектации сверху стоял датчик отпечатков пальцев и профили автоматически переключались, когда вы прикладывали свой пальчик. Приложили вы, все напитки подстроились под вас. Приложила ваша жена, все напитки подстроились под нее. Я не знаю, ему только блютуза не хватало, чтобы сейчас уделывать всех. На этой базе потом создали еще несколько хороших кофемашин, попроще. Это Gajja Akademia, которая до сих пор выпускается. Gajja Babilo, которая выпускается до сих пор. Но изначально она называлась Saeco Exprelia. Блин, я так обожаю эти тачки. Вот оно лучшее Saeco для дома. Самое грустное заключается в том, что вот эта машина до сих пор, до сих пор у Saeco является самой лучшей, в том числе в приготовлении кофе. П. Прогресс. Saeco Excelsis обеспечил уровень кофе для того времени недостижимый. Для остальных кофемашин. Бодаясь напрямую с Юрой за... Ало? Деньги, да, показываешь? Рекламная пауза? Рекламная пауза Хороший кофе в машине. Хороший кофе. Согласитесь, я не знаю как вы, но я очень много раз пил очень плохой кофе из очень хороших кофемашин. Celsis здесь не исключение. Как и мои любимые Юра, Невона, Мелита и так далее. Да и в рожке можно приготовить откровенную гадость. Главный залог хорошего кофе, это хороший кофе, как не удивительно. Хорошее зерно. Вы знаете, что с TesteCoffee мы уже два года практически сотрудничаем, и я сам люблю пить их кофе. И вот здесь, на моих рабочих кофемашинах, обычно такой значок, наклейка TesteCoffee. Это одни из лучших российских обжарщиков, у которых производство устроено вот так вот. Это самое крутое, самое современное производство кофе в России. И туда ездят снимать не только кофейные блогеры типа меня, но и Варламов. Всякие. Покашеварим, даже у Дудя была реклама. Но, возвращаясь к качеству продукта, то TesteCoffee это не просто классный конвейер, это четкость именно обжарки кофе. И только самый лучший кофе. У них сейчас весь кофе стандарта Specialty, то есть с оценкой 80+. Если что, есть такое понятие, как оценка SK. Это означает, что ни один их кофе не имеет явных дефектов. Я, кстати, даже специально перестроил кадр, чтобы точно достать именно мой самый любимый кофе на данный момент. Потому что он периодически меняется среди тестов. Это Ява Фринца коллектив. Он мне нравится не только в зерне. У них вот этот сорт просто пушка. Когда мы говорим о дрипах. Самые лучшие были дрипы, которые я пока пробовал. А дрипы это удобный способ получить хороший, вкусный фильтр кофе. Для кофемашин, таких как Celsus, у них есть эспрессо-обжарка. И что классно, опять же, в тесте кофе, то что на эспрессо у них одни ростры. Конвекционные лоринги, которые лучше всего подходят именно для обжарки под эспрессо. А под фильтр у них одни из лучших кондукционных ростров, которые как раз подходят именно под фильтр. Это пробруте. И, кстати, еще есть эгисон. Это мне нравится как раз в тесте, что там подход к эспрессо один, фильтр другой. И сорта есть классные и там, и там. В других компаниях я редко встречал кофе с оценкой за 90 в эспрессо-обжарке. А у теста мы его даже тестили. Помните Эфиопия, Сан-Колин Ад? Который я обалдел и в автомате, и в аэропрессе, и в рожке. Классный кофе был. А оценка 91 и при этом обжарка под эспрессо. И цены вполне куманные. У них нет бешеных цен, как у этих современных любителей specialty обжарщиков. Которые обжаривают 300 грамм из остатков, так скажем. И продают вам как уникальный кофе. Здесь есть действительно уникальный кофе. И если вы хотите попробовать реальности вкусный, свежий кофе, чтобы ваша машинка не просто была лучше в приготовлении кофе на бумаге, или в моих, например, обзорах, а чтобы она действительно готовила лучше кофе, покупайте хороший свежеобжаренный кофе у Тести Кофе. Ссылочка будет в описании. А по моему промокоду, который уже давно есть на канале, вы еще получите скидку. Вот промокод. Также он будет в описании вместе с ссылкой на магазин. А мы продолжаем. Что ж, давайте поговорим о периоде жизни Саяко под властью Филлипса. Но поделим этот период на пятилетки. В Советском Союзе любили это дело и не зря. Потому что пятилетки очень сильно отличаются. И вот первая пятилетка. Десятый-пятнадцатый год. Новая надежда. И действительно, газеты, сайты писали о том, что вот сейчас с приходом Филлипса будет вторая жизнь. Надо сказать, что Филлипс очень интересовался кофемашинами. Может быть, кто-то из вас и знает, но еще до покупки Саека они уже успели произвести несколько моделей. На базе одной кофемашины. Естественно, не сами. Угадайте, кто был производителем данного чуда. Кто догадался, тот молодец. Возьмите с полки пирожок. Это Делонги. Заклятый конкурент. Правда, заклятым конкурентом они стали позже. Потому что в тот момент, когда Филлипс заказывал Делонги, вряд ли Саека рассматривал Делонги как конкурента. И что получается? Приходит компания, которая как раз восьмой год нормально себя пережила. Крупная, с деньгами, которая заинтересована в сфере. И первые действия довольно успешные. Что делает Филлипс? Нет в данном случае негатива. Он сразу берет и запускает те модели, которые разрабатывались на конвейере. И появляется Xmall уже массово. Xmall, который был самой дешевой, вырезанной машиной. Именно для того, чтобы предложить что-то тем, у кого нет денег на более дорогие машины. То есть Саека пошел прямо в ультрабюджет с Xmall. Encanto сменилась на более стильную Intel. А в более бюджетном исполнении это была Intuita. По сути, та же самая Intel, но в более дешевом пластике и с кнопочками вместо дисплея. Excelsis сразу приобрел кучу более простых модификаций, но тоже классных. Вот о чем я и говорил про Excelsis. Здесь было то же самое. То есть Академия, Экспрейли, потом из Экспрейли вылезет Энергика. Это все то время. Звучит все очень чудесно. Но почему именно в эту первую пятилетку, когда Philips серьезно занимался Саека, когда вкладывались деньги, почему в самое начало этой пятилетки Саека вдруг начинает резко вылетать из лидирующих позиций по продажам в бытовой сфере? Есть целых два момента, которые на это повлияли. И вот теперь немного инсайдов. Если в выпуске новых кофемашин Philips вел себя очень даже логично и правильно, то в сфере дистрибьюции был какой-то кошмар. Дело в том, что Philips это мировой гигант. Я думаю, я вас не удивлю. И первое, что они заявили, когда пришли в Саека. Сколько там у вас стран? 29? 25? А у нас там 182 и международная гарантия. Все классно будет. Но дело в том, что Саека не сама себя представляла в этих странах. Саека работала через широкую сеть дистрибьюций. Например, в России это компания Proxima, которая и не просто возила кофемашины с 1998 года, а которая за счет того, что у них эксклюзивный контракт на поставку кофемашин Саека, Саека сама нанимала и маркетинговую команду, делала рекламу, промоутеров в магазинах. Все это тащила на себе именно партнерская компания в каждом регионе. Когда Philips пришел, первое, что он сделал, отобрал эксклюзивность данных договоров. Более того, самый смешной случай с российским отделением звучит в том, что у них было прописано в договоре пункт, что если владелец Саека меняется, договоренности не исчезают, а просто автоматически переписываются с новым владельцем. На что было сказано, что нет, не переписываются. Там был прикольный судебный случай, который меня просили не рассказывать. Это отдельная история, достойная отдельного фильма. Да, не часового, где-то на 15 минут. Но это очень интересно и самое главное, очень смешно. Ты просто сидишь, слушаешь и просто угораешь. Ну, давайте пока об этом не будем. Что же у нас получается? Есть какая-то компания, которая заказывает рекламу, такие договоренности с крупными сетями, с мелкими сетями у нее есть. И вдруг приходит Филипс и говорит, что с ноги все, поставляем только мы. Несколько лет идет дикая чехарда. Кто-то судится, кто-то не судится, но пытается договориться. Например, хорошо, допустим, вы будете в крупных сетях, но мы все в мелких. И все это сказывалось на том, что машины немного задерживались в магазинах. Скажем так, какие-то сети отказались временно от продаж Saeco. А где-то просто Филипс работал неправильно, не имея опыт продаж кофемашин. Все это привело к тому, что в 2012 году лидером стала DeLonghi. DeLonghi! Вот так вот это и интересно получилось. В России, кстати, раньше. В России все это уже в 2011 году было. Когда я уже приходил работать в 2012 году в DeLonghi, например, в моем магазине 75% продаж были DeLonghi, 25% Saeco. А других кофемашин просто не было. Какая-то жалкая крупа стояла и все. Никто ее никогда не продавал. Вот где-то, где были промоутеры позле, у Saeco был лучший результат. Но тенденция была видна. Saeco терял массовый рынок. А рынок премиальный она потеряла еще в конце нулевых. Проиграв в данном случае престижную гонку Юре. Ну что, значит, пока мы ругаемся с компаниями, которые как раз-то помогали Saeco и делали имя Saeco в этих странах, А рынок-то начинает очухиваться после кризиса 2008 года. И уже в 2010 году кофемашины стали больше покупать. Особенно в России. Потому что если где-нибудь в Европе в нулевые годы уже активно покупали кофемашины, то у нас как бы только-только начинали. И потом бац и кризис. Поэтому, кстати, в России Philips быстрее потерял свое лидирующее место. Пока остальные компании росли, Philips разбирался на местах. Надо сказать, что Philips ссорился не со всеми компаниями. Некоторые компании, в принципе, приняли ситуацию. Зря. Может, они не очень хорошо работали, кто его знает изначально. И что предлагал Philips? Philips предлагал эксклюзивные права на бренд Gadge в бытовой сфере, который никогда не был раскрученным. И в тот момент это были те же самые машины, что и под Saeco. Но просто без раскрутки и не в крупных сетях. И профессиональные решения, где Saeco уже давным-давно ручкой помахали своему лидерству, которого и не было. Так что вот равная компенсация, не правда ли? Поэтому все с таким желанием хотели работать и дальше с Saeco и Philips, но уже не на эксклюзивных правах. Ага, конечно. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Решайте сами, насколько правильно поступал Philips. Их можно было понять. У них огромный рынок сбыта, действительно, и собственный сервисный центр. И с приходом Philips вы можете даже в областном центре в Сибири отнести в гарантию эту кофемашину. Но стоила она того для Saeco? Я не знаю. И была еще вторая причина. Вторая ошибка маркетинга заключалась в том, что Philips стал пропихивать свой бренд. С 2010 по 2013 годы кофемашины выходили с приставкой Philips, причем на первом месте. Philips Diffis Saeco. И что происходило? Смотрите, вот сейчас кофемашинам приходят люди, которые не интересуются этим рынком. То есть они не знают, что это такое. Подруга увидела, пришла в магазин, к ней подбегает консультант. «Кофемашина Philips» и она такая «О, у меня эпилятор Philips, хороший же, пойду куплю и кофемашину». Тогда это так не работало. Кофемашины в 2010-2013 году мало покупали обычных людей, которые не знакомы с миром кофе. Все-таки покупать кофемашину шли люди, которые хотя бы интересовались темой. И вот эта приставка Philips вызывала отторжение. Я не раз слышал, что именно в тот период, в 2012 году, когда только начало работать, что люди видели на витрине Philips Saeco и видели на витрине после ремонта Saeco Excelsis. Которому уже два года было на тот момент, они покупали этот ремонтный. Потому что вот этот Excelsis Philips Saeco, полностью новый, исправный и классный, это не настоящий Saeco. Больше всего это ударило, конечно, по премиальному рынку, именно по Excelsis, где люди стали выбирать уже Юру, как бренд, который специализируется чисто на кофе. И на этом как раз и играли продавцы. Когда человек приходил и видел Philips Saeco, ему говорили, что Philips это неплохой бренд, но вы же понимаете, что Philips. У вас есть у жены эпилятор Philips? Представляете, эпилятор. И тут кофемашина, а вот компания Юра занимается только кофемашинами. Естественно, их кофемашины будут готовить лучше кофе. Премиальный рынок до свидос. А, как мы уже сказали, массовый рынок из-за всех этих перетурбаций, разборок и т.д. они потеряли и уступили лидерство DeLonge. Но на этом мы заканчиваем историю ошибок, на мой взгляд, только в плане маркетинга. Было еще второе но, которое мы сейчас будем долго разбирать, и оно касается технической базы кофемашин. Второе но заключалось в том, что технически кофемашины уже устарели. Эта база не изменялась домашняя с 2002 года. А в целом граммовки и другие технологии, влияющие на вкус, аж с 1996 года. Мы, конечно, можем сейчас сказать, как же технологии СБС с 2004 года. Ну, во-первых, да, плюс 2 года это так сильно влияет. Во-вторых, да, СБС позволяло менять вкус и немного его усиливать. Но это не сравнится с грубыми цифрами. Для того, чтобы вообще понять, о чем речь, давайте я вам скажу те граммовки, которые были на тот момент. Или на современные, вы как хотите. Итак, кофемашина DeLonge. Одну порцию использовали до 14 грамм. Кофемашина Юра. До 16 грамм кофе. Невона, Мелита, Ротель, Bosch еще швейцарский, который на Окстре. То есть все эти машины с Окстра Фризмака, Милли, в тот момент использовали до 14 грамм кофе. Сейчас до 16. Угадайте, сколько грамм было кофемашина Saeco в максимальную закладку? На одну порцию. Очень мало, скажу так. Официальный заважочный узел был рассчитан до 10,5 грамм. Но почти везде он работал немножечко в экономном режиме. Максимальная крепость была 9 грамм. Теперь представьте, по насыщенности. Особенно, когда пошла мода сравнивать автоматические кофемашины с кофейнями, где автомат и проигрывает насыщенность Рожку. Как сильно сказывалось то, что кофе в Saeco почти в два раза меньше. Так сказать, в крепком напитке, если вы хотите получить. Очень сильно сказывался. Saeco относительно неплохо работала с итальянским кофе. То есть обычно со смесями с robusto, с темной обжаркой. Там, где вы не будете использовать максимальную крепость в этих машинах, которые я перечислил. В большинстве своем вы не используете. А время меняется, и приходят в том числе обжарщики. И становится потихоньку более популярна, более светлая обжарка под эспрессо. Средняя. И там этой громовки категорически не хватает, чтобы получить что-то похожее хотя бы на чашку напоминающую эспрессо. Эта громовка, да еще и многое другое, требовали какого-то изменения. И с 2010 по 2013 год выходили машины, которые были переработаны, разработаны с 2007 по 2010. И было понятно, что где-то в 2013 году надо что-то представлять уже новое. И помимо кучи рестайлингов под приставкой EVO. Intel EVO, Xeltis EVO, Exprelli EVO. Вот, помимо этих кучи рестайлингов, Philips представил две машины, которые всерьез вообще все поменяют у Saeco. Первая кофемашина это Saeco Gran Barista. Вторая кофемашина Saeco Minuta. Последняя поставит крест на существование Saeco, как действительно производителя и законодателя мод в сфере кофемашин. Таково мое мнение. Давайте поговорим об этих кофемашинах. 2013 год стал революционным для Philips. Что они сделали? Эти две машины сильно отличались от всего остального. Первая, Gran Barista. Это первая, можно сказать, самостоятельная кофемашина Philips. То есть кофемашина Saeco, которая была разработана в период Philips и отличалась технически. Она имела совершенно другой заварочный узел. Эту группу назвали Varipresso. Отличие этой группы было в том, что она имела увеличенную граммовку. Во-первых, был радиус сильно шире. Официально заявлялось от 4 аж до 16 грамм кофе. Плюс, что еще интересный момент. Прессовка была уже не механическая, а поршень гидравлический толкал темпер. За счет этого сила сжатия была выше, чем в стандартном заварочном узле. И она уже начинала всерьез бодаться с Юрой по качеству выворки. По крайней мере, так это планировалось. Звучит очень хорошо, правильно? Кстати, еще интересный момент у нее был. С завода она уже могла готовить без давления. Практически делая какое-то подобие кофе по-американски. Или фильтр кофе, если говорить уже правильным языком. Зачем это нужно кофе в машине, я не знаю. Но это была такая прикольная фишка. В этом же году была представлена Saeco Minuta. Ох, к этой машине мы еще вернемся, господа. Пока коротко. Это была платформа, по факту. То есть, как сейчас автомобили выпускают на одной платформе. Вот вам седан, вот вам хэтчбэк, вот вам кроссовер. Все это одно и то же при этом внутри. Вспомните, типа Renault. И Saeco Minuta разрабатывалась точно так же. Все ее узлы были выполнены таким образом, чтобы с легкостью меняться. И она могла выпускаться вообще без копчинатора, с ручным копчинатором, с полуавтоматическим, с автоматическим, с другой передней панелью и так далее. При этом внешний вид базовых моделей был просто ужасным, но это мое авторское мнение. По мне, это самая некрасивая кофемашина. Сейчас задерживаться мы на ней не будем. Суть просто в том, что она с самого начала, как базовая модель, располагалась в довольно дешевом ценовом сегменте. Давайте мы сейчас поговорим о первой кофемашине Grand Barista, а именно о той кофемашине, которая должна была поменять всю техническую базу Saeco по-хорошему. А потом мы вернемся к минуте. В будущем Saeco должна была быть именно Grand Barista, а точнее ее заварочный узел Varipressa. Но именно при представлении данной модели, которая как инновационная, должна была дать старт использованию данной заварочной группы в более младших устройствах, Так вот, именно в представлении этой кофемашины Philips, как бы сказать помягче, допустил несколько ошибок, назовем ее так. Напоминаю вам, 2013 год. На что делает упор Philips в рекламе большой маркетинговой акции, когда представляет эту кофемашину? Он рассказывает о возможности управления с телефоном и планшетом. Там даже было, по-моему, с планшетного, как это было так сказано, там даже не упор был ни на смартфон, а на планшет, на планшетный компьютер. В 2013 году, когда, да, смартфоны, в принципе, по миру уже чувствовали себя неплохо, был уже iPhone, какой он уже там, четвертый был, чуть ли не пятый, Но это не то время сейчас повального, когда у всех есть смартфон. Это во-первых. А во-вторых, люди тогда не были готовы связывать свой смартфон с каким-то устройствами. Это сейчас мы подписываемся и на всякую рекламу уже не знаем куда. Мы уже сейчас смирились, что смартфон за нами следит и скидывает кому попал. Тогда такого не было. И упор делался не на то. А вот знаете, где действительно была проблема большая? Перекинув, они не смогли объяснить, зачем нужно управление телефоном, кроме того, что вы можете нажимать приготовление, сидя на диване. Ну, во-первых, мне надо чашку подставить, начнем с этого, так что, по идее, там либо чашка должна быть, либо я должен туда ходить. А если машина выключится автоотключением, туда вода сольется в эту чашку. Короче, вы понимаете, что это игрушка. Вот вы реально поигрались перед соседями, выпинлились перед девушкой один-два раза, и вы больше этим пользоваться не будете. От других преимуществ кранбариста не смогла в своей рекламе объяснить, зачем нужен этот долбанный телефон или планшет, как тогда было. Зато мы можем с вами вспомнить, что я говорил о Celsus в 2009 году. Цветной дисплей, большой сенсорной кнопки, такой внушительный вид. Да, металлический гроб, но очень многие люди, которые покупают премиум, им хочется иметь вот эту нержавейку, этот гроб. Время узких машин пока еще не пришло. Так вот, у Grand Barista, например, был маленький монохромный дисплей. То есть человек смотрит, рядом стоит Celsus с большим цветным дисплеем. Дорого, богато. А рядом стоит Grand Barista, узенькая, вся в пластике, ну или передняя панель металлическая, и с маленьким монохромным дисплеем. И вот он должен посчитать, что за этой кофемашиной будущее. Ха, классная шутка. Что самое интересное, именно в 2013 году Celsus получает обновление в виде EVO. И становится прям пушка. Вау, Вася, просто. И зачем покупать Grand Barista? А самое смешное, что вот они делали упор на данную функцию управления с телефона, но она была только на самой топовой версии Avanti. На остальных ее не было. Еще один момент, очень неприятный для Grand Barista заключался в том, что, как я понимаю, но тут уже невозможно получить данные, Варипресса сам по себе система гораздо дороже. И не только в том, что старый заварочный блок там на конвейере 15 лет и так далее, но и в целом, даже если бы он был отработан на конвейере, этот заварочный блок был бы сильно дороже. И вполне возможно, что если ставить его во все кофемашины, Филиппс Эко просто потерял бы ультрабюджет. То есть, какой-нибудь X-mall в Ари Прессе даже лет через 6, наверное, ставить было нерентабельно. Может быть, это и сыграло свою роль. А может быть, просто кое-что произойдет позже, о чем мы вам скажем. Но мы в результате так и не получили никакого логического продолжения серии Grand Barista. Серия, которая должна была быть светлой стороной Филипса. А получили мы развитие темной страны в виде Дарта Вейдера под названием Saeco Minuta. Saeco всегда имела большое количество серий. Не меньше 40 моделей, которые существенно от себя отличались. Например, берешь серию Incanto. Ну вот Incanto Deluxe. Как бы сейчас сделал Филипс? Металлически сверху прибили пластину, дисплей поставили и все, и Deluxe. Но нет, Incanto Deluxe состоял из БС, например. Была версия с сенсорным дисплеем. Это, блин, в нулевых-то годах. Прямые были разные модели. То есть нельзя сказать, что у Saeco была одна или три модели. О нет, даже близко. А как же минута? Мне она напоминает одну сказку о крошке Цахесе. Если вы не знаете, я вам коротко сейчас расскажу ее содержание. Жил был крошка Цахес. Маленький, некрасивый человечек. Точнее даже страшный. Его добрая волшебная фея сжалилась над ним и подарила ему волшебный волосок, с которым всем казался он гораздо умнее, красивее и добрее, чем он был на самом деле. Если какая-то классная идея высказывалась в его присутствии, ее приписывали ему. Все добрые поступки, героические, все так же совершил крошка Цахес. Молодец. Но крошка Цахес оказался страшным не только снаружи, но и внутри. И кончил крошка Цахес, когда люди узнали о его внутреннем мире очень плохо. Так вот, где-то там, в закромах Филлипса, сидел менеджер-добрая фея. Явно сидел очень высоко. И вот он видит вот этот страшный обрубок и такой... А-а-а! Надо помочь! И дает ему какой-то волшебный волосок, который для всех в Филлипсе делает минуту прекраснейшей из машин. Настолько, что отныне каждая выходящая кофемашина Филлипса в течение 5 лет была минутой. Эх, новая пятилетка, господа. И в 2015 году Филлипсу просто надоело играться с Saeco. Это, кстати, уже не мое оценочное суждение. На данном случае это просто логический выход. Это как из разряда, знаете, вот была там космическая гонка с тем же самым длоги, где они пытались обогнать их за счет новых технологий в Гранд Борисе, за счет массовости продукта. А в 2015 году просто да ну нахер. И знаете, вот от таких высот и попыток полететь в космос, условно говоря, вернулись к обычным таким земным нуждам. И просто поехали в Румынию клонировать Saeco минуту во все ценовые категории. Планшет мне нужен для того, чтобы вам зачитать все кофемашины, которые я насчитал только те, которые были в моем магазине. У вас нет денег? Вас выручит 8822. Есть бабло 8928 уже под брендом Saeco. Это не Philips, вы что, это совершенно кардинально другая кофемашина. Вы любите традиции? Ну что ж, для вас есть обновленная серия Incanto 8918. Которая, кстати, к настоящему инканду вообще никакого отношения не имеет. У меня прям бомбит с того, что они использовали это название. Бомбит прям по-настоящему. Типичный представитель среднего класса. Ищете что-то в 35 тысяч рублей? Хм... 8928. Капучино одной кнопкой. Что вам еще нужно? Да, выглядит как кусок говна. Ну и что? Вы замнили себя борисцем, но денег у вас все-таки не хватает? 8826. То же самое, только с ручным капучинатором. Обязательно покупайте. Нет денег, но сбивать сами не хотите. 8825. Ваш выбор. Да, ни одной кнопкой, но автокапучинатор. Нужен вам эксклюзив для Eldorado? Не хватает эксклюзивов? Ну вот, вам 8916, которая отличалась только цветом панели. Там металл, а здесь черный цвет. Ну эксклюзив же. Как же не так? Нужен эксклюзив для Украины? Берем эксклюзив для Eldorado, перекрашиваем в другой цвет и вот вам эксклюзив для Украины. Вы думаете, закончу? Хухухухуху, подождите, подождите. Люди начинают пить альтернативу. Вам нужна универсальная кофемашина, которая сможет готовить и капельную кофеварку, и эспрессо. Без проблем. 8848 закроет все ваши потребности. Опять то же самое, но при этом вы хотите чувствовать себя баристом? Ну, вы очень странный человек. Ладно, 8842. Пожалуйста. Вы не хотите покупать домой? Вам нужна кофемашина для бизнеса? Дешево? Сердито? Ну, что ж. Сайка-лирика, пожалуйста. Я не знаю, как они так делали. На полном серьезе одна и та же машина с разной лицевой панелью передней стоила от 20 тысяч, а самый низ был на Алиэкспрессе 12 тысяч рублей, а вторая стоила 80. И до 2017 года, до того, как представили Сайк Экселси с новой обновленной, Пико Бористо, это была самая топовая линейка. Одна и та же кофемашина за 12 тысяч и за 80. И люди покупали. Никакой границы между Сайкой и Филлипсом тут не было. Если вы не поняли из картины кофемашин, я сейчас вам покажу боковину, как устроено внутри. Это одна и та же машина. Кошмар на этом не заканчивается, господа. Это только начало. Самая моя любимая машина... 89... О, это я даже по памяти не скажу. 89, 19, дробь 59. Класс! Кто-то из Филлипсов решил, что их кофемашины покупают много в офисах. И в офисах жалуются на то, что постоянно не хватает воды в контейнере и им приходится доливать и досыпать зерна. И Филлипс сказал, что надо помочь ребятам. Как-то же надо. Действительно, что-то надо сделать. И знаете, что они сделали? В порыве грешной любви серии «Инканто» и «Сайко лирики» родилась вот эта хрень. Что сделал гениальный Филлипс? Я буду жестикулировать очень обильно, я не хочу сломать планшет. Они взяли, увеличили, кстати, про лирику тоже можно поржать. Увеличили контейнеры для воды, сделали 2,2 литра вместо 1,8 литра. Это тоже не супер увеличение, согласитесь. Увеличили контейнер для зерна, сделали 500 грамм вместо 250. Убрали возможность приготовить из молотого кофе. И это представили как решение для офисов. А теперь я вам задам вопрос. Если вы когда-нибудь имели дело с любой из этих кофемашин того периода Филлипса, который сейчас выпускается под другим внешним видом, что вы раньше делаете? Заливаете воду или сливаете поддон, который уже полный в половине бака? Что сложнее в офисе? Залить воду в контейнер? Или вот так вот с поддоном идти, боясь разлить все? Ну, второе. По опыту знаю. То есть мы увеличили контейнеры, но поддон мы не меняем. А поддон заполнялся примерно когда воды было еще на 15 порций. Контейнеры для жмуха, кстати, тоже не увеличили. Ну зачем? Пафф! Я сгорел. Я успокоился. До 18-го года. Технически до ноября 17-го, но до 18-го года У Saeco было всего... Простите, у Филлипса и Saeco было всего две модели кофемашин. Иксмол, который, кстати, тоже потом получит улучшенную версию, ну как же без этого, вместо того, чтобы похоронить его Иксмол, которому уже 10 лет и который... блин, ладно, не будем об этом, но самый ультрабюджетный И минута, которая, как я уже сказал, клонируется во все ценовые категории Знаете, я представляю работу инженера Saeco. У него прям сложная задача Давайте, я даже зачитал, что ему нужно решить. Итак, какие у нас решения нужно принять, чтобы создать новую кофемашину Первый. Какой прицепить перед? Пластик или металл? Вот от этого зависит ценовая категория кофемашин И будет она называться Philips или Saeco? Сложный вопрос Второе. Ставить дисплей или нет? Если мы хотим создать ультрабюджетное устройство или просто дешевое, мы можем дисплей не ставить Третий. Какой поставить капучинатор? Выбор охрененный. Не ставить его вообще? Поставить ручной? Поставить полуавтоматический? Или поставить автоматический? И четвертый еще был Четвертый. Под каким брендом выпускать? Philips, Saeco или Gadge Да, те модели, которые он перечислял, продавались в том числе под Gadge И эта Saeco Incanto получила также версию Gadge Anima, в которой были версии, которые не приводились в Россию Но приводились в виде Gadge В том числе с полуавтоматическим капучинатором, который на полках под брендом Saeco я никогда не видел Зато видел под брендом Gadge Практически каждая модель имела разный капучинатор и разные номера Попробуйте это еще и запомнить Да, в ноябре 2017 года представили Saeco Excelsis Тоже пригорает Кселсис — это гениальная машина своего времени Вот это назвали тоже Кселсис Знаете, от чего пригорает сильнее, когда ты фанат фирмы? От того, что дизайн-то башовский вообще Ну, там что-то есть от баша, что-то есть от милиции, что-то есть от милиции Ну, то есть это не Saeco дизайн Это, на мой взгляд, явно слитый Более того, система СБС так и не появилась ни в одной из этих моделей, которые мы с вами перечисляли Контроль предсмачивания был только в Celsis и потом в обновлении Пикабариса То есть, когда Philips просто клонировал минуту ни в одной кофе в машине, не было настройки предсмачивания Зачем? Да она влияет всего лишь на вкус, так ведь? И это же целая строчка в программном коде в ПО Класс! Кстати, сюда давайте-ка еще припишем очень важный момент Это изобретения, которые были в этот период Нельзя же сказать, что компания Philips ничего нового не сделала за эти пять лет О, у меня прямо записано, потому что если бы я не записывал, я бы это не вспомнил Итак, новый капучинатор Latte Go Объясните мне, пожалуйста, а вот чем он кардинально отличается настолько от старого, чтобы мы могли назвать это инновацией? Его стало проще чистить, молодцы! Он висит под собственной тяжестью, мне всегда страшно Он висит, ну ладно, это уж придирки Больше ничего, он сбивает точно так же Молочная пена не поменял В новой версии, которая пришла на смену Саэка Минуты, которую тоже во все ценовые категории разделили Это вот это 1200, 2000, вот это все в дело Тоже одна и та же машина, заметьте Просто с другой внешностью, не как у Минуты Так вот, в этой кофемашине кардинальное улучшение это 12 пеней помола Я никогда не жаловался им на филипфские машины до этого, в том плане, что у них очень крупный помол на минималке нет У них нормально все было с настройками кофемолки, ну 12 пеней, окей Ничего это особого не дает, у вас остались те же самые 9 грамм Знаете, как-то сильно эту ситуацию не поменяет Все? А, нет, не все, я забыл С 15-го года почти все кофемашины собираются в Румынию, вместо Италии Там даже был на эту тему скандал, я записал, 26 ноября 15-го года Филиппс объявил о сокращении почти вдвое рабочих мест на итальянском заводе Саеко Что привело к забастовке и привлечению внимания к внутренней политике Филиппс Сокращение все равно провели, просто стало поменьше, сократили, но нормально Но, знаете, вот я сейчас вот так вот кучу негатива про Филиппс высказал, давайте кое-что объективности немножко Почему Филиппс так поступил? Есть ли причина, которую мы можем понять? Потому что до 15-го года объективно Филиппс пытался как-то действительно развивать Саеко А с 15-го года как отрезало? Я даже не буду говорить, что пришел какой-то руководитель, нет Сейчас мы начнем новую главу, которая, я думаю, вам объяснит, что же такое поменялось в политике Филиппса Компания Филиппс была основана в 1891 году и начала свою работу в сфере производства электрических лампочек Активно занимаясь этим с 1892 года Позже подключаются телекоммуникации, радио особенно, бытовая техника в виде электробритв, много всего Но в этот же период, в начале 20-го века, Филиппс начинает заниматься рентгеновским оборудованием Первый шаг в сторону медицины со стороны компании Филиппс Филиппс очень успешно развивалась на медицинском поприще И, в принципе, их рентгеновые аппараты и позже аппараты МРТ станут, ну, знаком качества, если в вашей больнице это есть И хотя в тех же самых радиоприемниках или кассетных плеерах Филиппс был очень успешен, но это все умирало к 90-м годам И эти направления стали приносить убытки Начинаются циферки, господа Потому что в 2000-х годах, понимая, что что-то не то идут с бытовой техникой, а в медицине Филиппс успешен, ой, циферки пошли И так, 2000-й год это прямо начало В 2000-м году была куплена компания Optiva Вы, может, наверное, никогда о них не слышали Но, скорее всего, есть вероятность, что вы слышали о зубных щетках Филиппс Соникер Да, именно этим занималась компания Optiva Их даже название было оттуда Просто теперь она стала Филипп Соникер В следующем же году, в первом году, за 2 миллиарда евро Просто понимаете, вот эта Saeco тут со своими 200-миллионами убытков на момент покупки уже как-то очень жалко смотрится Потому что в первом году за 2 миллиарда евро покупается медицинское подразделение компании Ой, я сейчас скажу неправильно А Agilent Technologies Ну, вот вам правильное, в общем, произношение от Гугла Agilent Technologies Свой долг я выполнил английскому языку и его вернул В 2006-м году покупается компания Lifeline System В 2007-м году, тоже медицинское, мы не просто так об этом говорим В 2007-м году еще 2 американские компании в сфере медицинского оборудования К Саймонс и... Господи, вот! Я не произнесу это В 2012-м году Philips продает активы, связанные с производством телевизоров Кстати, это вызвало довольно прикольную панику Потому что я помню, когда мне подходили в 2015-м и говорили А вы знаете, что телевизоры Philips теперь китайские? Вот кофемашины, наверное, тоже Ну да, 2013-й год Продолжаем распродавать Аудио-видеотехника Вперед, покупайте В 2015-м году покупается новая компания, специализирующая на медицине Vulcan Corporation за 1,2 млрд евро Господи, где Саека со своими 200 млн и так далее Кстати говоря, циферка очередная, очень прикольная для понимания Итоговая стоимость активов производства медиатехники Philips была продана за 135 млн евро В тех же годах 135 млн евро И одна из кучи компаний за 1,2 млрд Вот так уже перестаешь винить Philips В 2016-м году подразделение Philips Lighting Это свет и лампочки С чего мы и начинали, да, Philips? В начале выделяют в отдельную контору Как вы думаете, для чего? Правильно, для продажи Продажа состоялась в 2017-м году Причем самое смешное, что состоялась в продаже не в виде компании, а через продажу именно долей Этой компании, которой они оставали То есть продажи акций И с 2017-го года Philips больше не занимается лампочками С тем, с чего он начинал Ну и... Что-то еще хотите добавить? Так вот, давайте добавим По открытым источникам В 2018-м году только оборот медицинского подразделения Philips, как профессионального, так и бытового, составил 18 млрд евро 18 млрд евро Оборот, не стоимость На этом фоне все остальные подразделения Philips не приносили особой прибыли Они вообще ничего не приносили Давайте будем честными Основную ставку Philips стал делать на медицину В начале 2020-го года грянул гром, который вы, наверное, уже понимаете из этого списка, да? Для тех, кто не знает В 2020-м году Philips объявляет о продаже всего отделения бытовой техники Куда? Очень маленькой частью входит как раз компания Saeco Кто же покупателем? На момент сейчас съемок Philips не объявил официально, кому он продает Но мы знаем, с кем ведутся переговоры Кого называются основными покупателями? Joyjong, Grie Electric, Haier и Mide Все, что вам надо знать, это две азиатские и две китайские компании Причем, если будет продано китайцам, то, возможно, еще не все так плохо будет, как и с этим азиатским Mide, конечно, неплохой производитель встраиваемой техники, один из крупнейших в мире И очень много брендов собирается у них, но... Блин, серьезно? Saeco? Made in China? Или даже просто принадлежащая китайцам? Не знаю Но мы упустили еще один момент Потому что мы все-таки говорим о бытовой технике, о кофемашинах для дома Но ведь есть еще профессиональное отделение Saeco, в том числе и GADGE И знаете, что происходит? В 2017 году она уже продана Логично вписывается в эту цепочку всех продаж и покупок медицинских Так вот, продана она Evoki Group, которая занимается скупкой компании, которая производит именно профессиональные устройства Суть в том, что Evoki, насколько я знаю по внутренним источникам, бытовое подразделение Saeco неинтересно Но очень интересно забрать себе бренд Как и GADGE, так и Saeco, чтобы все это было в их руках В этом случае большая вероятность, что бренда Saeco в домашних кофемашинах больше не будет Кстати, очень интересный момент Тут опять циферки у нас Все бытовое отделение Все бытовое Кофемашина там капля в море Все бытовое отделение оценивается в 3 миллиарда евро Напоминаю, что в 2018 году оборот медицины был оборот 18 миллиардов А это стоимость Какое будущее видится? Довольно безрадостно Потому что если купит Evoki, насколько я знаю, бытовых кофемашин Saeco не будет Если купит кто-то из азиатских компаний, всю бытовую технику и Saeco будет там вкупе То, возможно, просто они не будут производиться Возможно, будет эксплуатироваться бренд То есть производиться будет в Китае, но бренд Saeco будем использовать Тем более реклама, что у нас заводочный узел, как у Saeco Royal Очень популярна среди китайских производителей типа Merl, Calet и так далее Есть, конечно, еще один вариант Немножечко мифический, но прямо очень радостный Если там бухают денег и будут эксплуатировать существующие заводы и создавать новые базы Но я что-то пессимист Если же все-таки покупателям окажется азиат и будут покупать Saeco вкупе с остальной бытовой техникой Я очень надеюсь, что это хотя бы будет Medea Почему? Примерно зная, какую технику пускает Medea и как они ведут дела У меня есть надежда, что будет что-то похожее на Volvo Geely Когда китайцы купили компанию европейскую с именем крутую, но не стали портить ее или эксплуатировать имя Volvo на своих китайских автомобилях Просто инвестировали деньги и дали возможность дальше заниматься тем, чем Volvo занимался А если мы вспомним, чем Volvo занимается, то это не улучшение автомобилей, а улучшение безопасности автомобилей и трата кучи денег на это Что для нас, конечно, хорошо, но по идее для эффективного менеджера это зло Как это, каждый день тачки ломать? Вы что, с ума сошли? Евроенкап прошли и все И вот Geely это не делает Да, есть такая надежда, что Medea будет вот этой Geely для Saeco, но и... Не верю К сожалению Что касается Saeco под Филипсом, докатились вообще до того, что покупают китайский рожок Вот он, VPN И продают как профессиональную кофемашину Saeco SE50 То, что она еще куча других компаний покупает, и VPN продает ее под своим брендом Как-то Saeco не заботит Это уже полный финиш для меня был И в том числе в придаче еще и кофемолочка, которая производится в китайцах, которая продается везде Но Saeco заявляет, что это их разработка Браво, Saeco Ух, как грустно-то стало, да? Знаете, я очень надеюсь оказаться неправым Я очень надеюсь, что вы смотрите, допустим, этот ролик не только в 21-м году, но в 22-м, 23-м И вы напишете в комментариях, что Андрей, Saeco купила вот такая-то компания и все стало прекрасно Я не хочу себе представлять рынок кофемашин без кофемашин Saeco Я не хочу заходить в какой-то условный маркет и не видеть там кофемашин Saeco На этом мы заканчиваем ознакомление с историей Saeco И огромная к вам просьба Мы совершили очень большой труд для нашего канала Возможно, кто-то такие ролики снимает каждую неделю, но для нас это стоило больших усилий и средств Более того, действительно, история кофемашин очень закрытая И если бы не несколько внутренних источников в Philips и бывших сотрудников, кто работал в компаниях, где продавала Saeco, было бы очень тяжело Я выражаю им большую благодарность, предносить имя их не могу, они просили не упоминать Но, чтобы вы не думали, что мы записывали это со статей только в Википедии, а вы там этого не найдете Или только со слов кого-то, мы оставим вам в описании Ссылочку на файл в Google Диске Там будут ссылки на все статьи, которые мы нашли, которые вы сможете бесплатно посмотреть Часть статей была платная, я не вижу смысла на них кидать ссылочку Мы их покупали Огромная просьба написать комментарий, поставить лайк и скинуть всем друзьям, кто интересуется кофе и кофемашинами Нам очень нужна ваша поддержка в плане репостов Я с вами прощаюсь Надеюсь, что следующие документальные ролики будут более позитивными Хотя следующий документальный ролик будет о Гаджи К сожалению, нет Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»